Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну, наконец-то, ребят, я решила-таки посмотреть пиратов. Посмотрела мукбанг на моём канале, хозяйка я, они разные людишки, семейный обед в России. Ну, я, в принципе-то, и вчера немного просматривала короткими перебежками, где они там снимают этот развал, да, где якобы ремонт, ремонт у них. Снимали этот бардак, разбор барахла всякого, Вовка в красных труселях, Нина там задом своим светилась, чуть ли не голую задницу показала, да, где-то там на восьмой минуте. Не, ребят, я всё понимаю, ремонт у всех одинаково. И всегда это пыль, грязь, мусор, ну, согласитесь, ремонт не особо, да, приятное такое, да. Но, опять же, они это всё снимают и показывают на весь белый свет. И, естественно, естественно, люди высказывают своё мнение. Зачем это всё показывать? Ну, делаешь ты ремонт и делай. Ну, покажешь потом, чё там и как, или небольшими там фрагментами какими-то. Нет, целый видос разгребали, разбирали там. Там Вовка орал, Нинка орала, короче, скандалили. Это ж представляете, какой труд у них сейчас. Тож спали и ели, видосы и пилили. Иногда в спар ходили на покровку. А теперь, получается, приходится разбирать эти шкафы, разгребать весь мусор, весь склад, который наскладировали. Ну, значит, дальше я глянула их мукбанг, да, где они закрыли комментарии. Нинку, короче, прорвало. Достали её негативные комментарии. Она грозится всех заблокировать. Ой, говорит, я 200 человек заблокирую, потеряю 200 просмотров. Начался, значит, мукбанг с того, что нам показали очередные порции. Ну, в принципе, ничего не меняется. Так же, как и порции, ну, лишь сейчас вот накладно, видно, накладно. Поэтому приходится есть разбодяженный суп и добавлять туда яичко, как Нина сказала. Хлебушек с помидорками, которые подарили. Ну, и как же без колбаски? Как же без колбаски? Колбаска – это главное для Вовки. Чтобы не возмущался, чтобы не ругался, чтобы был добрее. Ну, и сыр, да, сыр с запахом носков, как сказала Нина, да. Сыр с плесенью или что там у неё в тарелке лежало. Там они минут 10, походу, обсуждали носки, запах носков, сыра. Короче, всякую ерунду плели. Ну, а потом уже Нину понесло не по-детски, да. Она обозвала тварями людей, которые приносят им доход и кормят их. Оказывается, всего лишь 200 человек, которые кормят Нинку, да. И она их всех переблокирует, да. 200 человек заблокируют, а остальные будут дальше продолжать кормить Нино. Только вот что-то, знаете, в последнее время я не вижу позитивных комментариев. Да и на Дзене, мне кажется, ей вообще никто ничего не пишет. Вот, решила, видимо, пиарнуть свой Дзен. Зачем ходить на Дзен, если можно всё посмотреть на Ютубе? В общем, чё дальше? Дальше её понесло уже не по-детски, да. Понеслись оскорбления в сторону зрителей. Не хейтеров, ребят, зрителей. Вы думаете, чё, ей там много комментариев-то пишут позитивных? Если сама себе не настрочит с левых аков, то никто не настрочит. Что там можно высказывать позитивного в её видеороликах? Ну, ребят, когда она сама соглашается с тем, что выставляет себя на посмешище? И что, можно написать что-то позитивное, когда видишь Нину, трясущую сиськами, с задницей? Или когда она орёт на Вовку? Когда показывает всякую ерунду и дурь? Когда чавкает? Разве можно что-то говорить позитивное? Нет, конечно, нет. Ну, и когда смотришь, когда они пожирают, да, такими огромными вот порциями, тазами, да, и здесь разве тоже можно реагировать как-то позитивно? Вот ей и пишут. И причём пишут не только отдельные личности и 200 человек. Она уж сколько перебанила. Ну, и если дальше она так будет банить, то останется она одна на своём канале. В общем, а дальше, ребят, просто словесный понос в сторону зрителей. Естественно, она под мукбанком комментарии скрыла, потому что понимала, что конкретно захейтят. И, слушайте, сказала им такую чушь, что те, кто смотрит, комментарии не читают. Серьёзно, Нин, некоторые вообще тебя не смотрят, а приходят комментарии почитать. Поэтому зря, зря ты скрыла комменты. А вообще скрывай, скрывай все комментарии в своих видеороликах. Тогда никто к тебе не придёт посмотреть. И ещё одни отправляют зрителей, да, лечить мозги. И Вовка перевёл. Лечить голову. Да, он же у нас умный профессор. Ой, ребят, кто бы говорил, кто бы говорил. То Уралка к психиатру отправляет всех, то Пиратка. Прям уж честное слово становится смешно. Говорит, блокирую пачками каждый день по 30 человек. А они всё пишут и пишут. Ну, значит, пора делать выводы. Только выводы делать она не будет. Снимать ей больше нечего. Вот и приходится снимать лишь бы что. А снимать больше нечего. Поэтому и приходится Нинке блокировать. Да. Ну, а что делать? Что делать? Кушать же хочется. Приходится всё равно снимать хоть что. Хоть потрясти сиськами. Хоть потанцевать. Хоть постанову какую-нибудь придумать. Хотя, знаете, уже как-то давненько никаких постанов-то и не было. Вовка, как всегда, ел феноменально. Сначала солёное, потом сладкое, потом снова солёное, чтобы прочувствовать хорошенько вкус. Сначала, значит, спросила у Вовки, кушай бутербродик. Чё, не будешь? Говорит, буду. А потом она наелась. Всё. Значит, и Вовка не должен уже брать. Говорит, давай оставим. Пусть пропитаются в маслице. Кстати, когда она ела первый бутерброд с этим же маслицем, успешно ручки вытирала то ли об ноги, то ли об стул, то ли об тунику. Непонятно. Ну, салфетку-то лень брать. Потом уже попросила Вовку подать ей салфеточку. А бутерброды решила она оставить, потому что ей ещё пришлось запихнуть в себя сыр. Ещё там сырок у неё был, колбасы предостаточно было, да ещё и кексик. Куда же, куда же столько есть? Поэтому решили сэкономить ремонт всё же. Пусть бутербродики подождут следующего приёма пищи. Дальше Нина пояснила, что на дзене более культурно срут, да. Высказывают своё мнение в более культурной форме. Ой, рассмешила. Слушайте, это целый цирк. Решила отправить своих зрителей, да, покомментировать на дзене. Здесь комментарии закрыла. Идите-ка вы в дзен, там немножечко раскрутите мне канал. Это тоже своего рода специальная фишка от Нино. А что вы думали? Здесь всё раскручено, а дзен стоит на месте. Там одни монеточки только капают, поэтому надо бы там тоже толчок дать. Ну что, теперь мы ждём, Нина, что ты всех недолюдей заблокируешь. Ты будешь всех-всех-всех, и останешься одна. И будешь сидеть с камерой в обнимку и дальше пожирать. Только вопрос, что будешь пожирать? Наверное, на столе будет стоять всего лишь три корочки хлеба и больше ничего. Короче, опозорились с этим видосом по полной. И комментарии скрыли. Ну, комментарии по двум причинам, да. Чтобы не понаписали опять им гадостей. Ну, и чтобы перетащить всех на дзен. Чтобы там оставляли комменты и продвигали канал. Ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну, а я вас обнимаю. Всем пока-пока. Продолжение следует...